МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тенденции экономические сохранились у нас с прошлого года? Может быть, появились какие-то новые? И вообще, как выглядит экономика Чувашия в это время? Статистика первых двух месяцев, января-февраля, она разнонаправленная. То есть мы видим, неплохо развивается сельскохозяйство, порядка 114% индекс. То есть сохранились те тенденции, которые были заложены в предыдущем году. И итоги 2015 года, вы знаете, довольно позитивные были в сельскохозяйстве. 17,4%. Есть положительные сдвиги в промышленности, 106,3%. Из фундаментальных таких показателей для промышленности я бы выделил производство и распределение электрической энергии 112,4%. Это в первую очередь говорит о том, что есть потребление электроэнергии, соответственно, предприятия работают, идет загрузка. Это как бы такой фундаментальный показатель, как я сказал. Если из отраслей можно отметить химическую отрасль, электротехническую отрасль, которые дают положительную статистику и в 2015 году, и сохраняют эту тенденцию в 2016. Также производство пищевых продуктов и напитков тоже в положительной зоне. Если говорить о проблемных направлениях, это обсуждалось буквально недавно у главы республики на планерке. Это ввод жилья и строительного отраса. Здесь по жилью порядка 50% от показателей прошлого года. Минстрой дает объяснение, что была высокая база первого квартала. Но, тем не менее, есть определенная настороженность, что показатели плановые по году будет в полном объеме выполнить очень тяжело. Работу правительство сейчас формирует в этом направлении. Я думаю, что мы в целом, наверное, с поставленной задачей справимся. И строй подряд 73%. Это говорит о том, что все-таки инвестиционная активность, которая имела тенденцию к замедлению предыдущие годы, она тенденцию сохраняет и в текущем году. Будем ждать цифры марта. Буквально через 2-3 недели уже пойдет мартовская статистика. Мониторинг, я думаю, мы получим в ближайшие 10 дней. Я надеюсь, что все эти тенденции сохранятся. Единственное, хотелось бы улучшить показатели, связанные с благополучием населения. Это реально располагаемые денежные доходы населения. Это потребительский рынок. Это заработная плата. Здесь все-таки мы пока находимся в минусовой зоне. Это говорит о том, что все-таки доходы населения отстают от тех показателей развития экономики в целом. Мой Борисович, я хотел все-таки к строительству вернуться. Я правильно понимаю, что на выполнении всех государственных программ это никаким образом не отразится? Ни снижение покупательского спроса, ни сложности у самих компаний-застройщиков? Бюджетные расходы в первую очередь связаны с исполнением бюджета. Я не назвал цифры исполнения бюджета. На 18 марта мы идем в плюсовой зоне порядка 105,7%. Это налоговые и неналоговые доходы республиканского бюджета. То есть те планы, которые обозначены при принятии бюджета, они сегодня выполняются в полном объеме. И, соответственно, инвестиционные расходы, которые заложены в бюджете, они будут выполняться в полном объеме. Это и строительство ФАПов, будет продолжено строительство онкологического диспансера. Запланировано начало строительства двух школ в городе Чебоксары. Одну, предположительно, если будут выполнены все условия подрядной организации, планируем ввести до конца текущего года. А другая школа, это с прицелом на 2017 год. Также будет завершено строительство школы в Комсомольском районе. В планах стоит начало строительства поликлиники в центре города Чебоксары. То есть те объекты, которые намечены правительством, вошли в республиканскую адресную инвестиционную программу, они в полном объеме должны быть выполнены. Но все это увязано в первую очередь с исполнением бюджета. Иван Борисович, а вот по сравнению с таким же периодом, аналогичным периодом прошлого года, как у нас в этом году? Ну, то есть в прошлом году? По промышленности я уже сказал, что 0,163%. В прошлом году у нас было снижение. Соответственно, положительная тенденция в промышленности сегодня наблюдается. И мы надеемся, что вот эти показатели будут сохранены. И прогнозно ставим, что будем в положительной зоне по году. Вот задача перед правительством здесь поставлена такая, глава республики. Я думаю, что мы выполним. Прошлый год у нас прошел под знаком санкций и продовольственного эмбарго. И какой реальный ущерб получила экономика Чуваши, если получила? И вот что нам удалось, может быть, особенно сложно? Подсчет ущерба, наверное, это сложная задача. Мы можем говорить о тенденциях в целом. Если есть рост вал регионального продукта, если увеличивается благосостояние населения республики, есть положительное развитие промышленности, сельского хозяйства. Естественно, можно ввести подсчет со знаком плюс. Соответственно, по итогам 2015 года мы видим, что ряд отраслей, они сегодня положительно развиваются. И, соответственно, здесь можно говорить, что есть какие-то дополнительные плюсы, которые получены в том числе от тех ограничительных мер, которые были введены другими странами против Российской Федерации. В частности, сельскохозяйство в положительной зоне, в положительной зоне производства продуктов питания и напитков, в положительной зоне те отрасли, которые были готовы к импортозамещению. Это, если брать Чувашию, это химическая отрасль, электротехническая. То есть мы по целому ряду позиций улучшили свою долю в Российской Федерации. Вот Химпромт там по целому ряду направлений, он вытеснил всех импортеров, которые конкурировали с ним в предыдущие годы и полностью занял российский рынок. Неплохо работает компания «Август» по производству средств защиты растений и тоже нарастили рынок по электротехникам, релестроения. То есть здесь мы увеличили долю и где-то до 15% вытеснили импортную продукцию. Ну и целый ряд предприятий начали открывать и смежные рынки. Это Азия в первую очередь, Африка, в том числе и страны СНГ, где мы в свое время потеряли свою долю. То есть сегодня наша продукция, ну с учетом определенной девальвации национальной валюты, приобрела конкурентоспособность, ну и по своим качествам может составить конкуренцию импортным аналогам. И эта тенденция вот в 2016 году, она сохраняется. Я надеюсь, что будет получен результат. Что касается минусов и наиболее сложного положения, это в первую очередь машиностроение. И здесь мы видим сложности у тракторного завода, у производителей автокомпонентов. То есть там, где требуется серьезный инвестиционный спрос. Как со стороны государства, так и со стороны населения. Соответственно, были снижены доходы населения, как зародная плата, так и располагаемые денежные доходы населения. Соответственно, упала покупательская способность. Ну и, соответственно, был серьезно занижен спрос на продукцию сложного машиностроения. И здесь проблемы сохраняются, в том числе и в текущем году. Я думаю, что это одна из приоритетных задач не только для правительства республики, но и правительства Российской Федерации. И тот план, который подписал председатель правительства Российской Федерации 1 марта текущего года, находясь в том числе в городе Чебоксара, как раз направлен на поддержку наших машиностроителей. Там транспортного, сельскохозяйственной техники. И здесь целый набор мер по поддержке наших производителей. Я думаю, что Чуваша вольется в это направление. Мы тоже получим положительный результат. Если можно поподробнее о том, какая сейчас в данный момент ситуация на концерне «Тракторные заводы». Она обсуждалась и на совещании, которое провел премьер-министр. И, собственно, и у нас эта тема никогда не сходит с контроля. Мы все в ожидании. Понятно, что это повестка все-таки федеральная. И не зря глава республики данный вопрос поднимал на встрече с президентом Российской Федерации, которая прошла в конце года. И на встрече здесь с председателем правительства. Соответствующие поручения были даны в адрес министерства, внешнеэкономбанка. И мы ждем наблюдательного совета ЛЭБа. Он, предположительно, состоится 29 марта, где должен быть принят ряд мер по стабилизации ситуации на концерне «Тракторный завод». То есть многое сделано за предыдущие годы. То есть урегулирована задолженность перед банками. Идет очистка активов определенных. Был дисконт дан к общей задолженности. То есть снижена нагрузка по задолженности кредитной концерне «Тракторный завод». Но есть вот те сложности, о которых мы сегодня с вами говорим. Это задолженность перед поставщиками, это задолженность перед энергетиками, это задолженность перед бюджетом, урегулирование которой необходимо в кратчайшие сроки провести со стороны ответственных министерств и ведомств Российской Федерации. Предложения со стороны правительства были сформулированы. Это все обсуждалось, как вы уже сказали, на совещании, обсуждалось с участием Приволжского федерального округа. Необходимы конкретные шаги. То есть надеюсь, что 29 числа мы получим такой ориентир. Уже на базе тех решений будут точно сформулированы сроки выхода концерна из вот этой сложнейшей ситуации, которая на сегодня имеется. Иван Борисович, если на секунду допустить, что, допустим, самый неблагоприятный вариант развития событий, насколько власти республики готовы к такому повороту? Что будет с людьми, если начнутся массовые сокращения, массовое высвобождение? Мы сейчас совместно с руководством концерна разработали программу дополнительной занятости. Это, как вы говорите, на крайний случай. Она прошла предварительную защиту в правительстве Российской Федерации. Порядка 150 миллионов должно быть выделено на поддержание временной занятости, переобучения. Почти все мероприятия связаны в первую очередь с концерном тракторном заводе. Но я надеюсь, что вот этот крайний сценарий... Мы думаем, что это возможно, но нам не хотелось бы, чтобы ситуация повернулась таким боком. Иван Борисович, вы возглавляете попечительский совет, совет фонда капитального ремонта. Как вы можете оценить работу, проделанную в этом году? Насколько нам удалось продвинуться? Мне сейчас тяжело делать оценку, потому что оценка дана главой республики. Все-таки работа фонда признана на сегодня неудовлетворительной. В части оперативности принятия вот этих краткосрочных планов вместе с муниципалитетами. В части проектирования и дальнейшего определения подрядных организаций. Следующий момент – это принятие по качеству работ. Ну и, соответственно, сама программа сегодня реализуется с определенным отставанием. То есть мы где-то на полгода идем медленнее, чем первоначально наша большая программа была принята в свое время. Задача была главой поставлена, чтобы мы до конца года вышли на те сроки, которые были обозначены в долгосрочной программе по капитальному ремонту в Чувашской республике. Также сейчас ведется работа по принятию законопроекта о льготах для старшего поколения. То есть сегодня законопроект рассмотрен, главой внесен в Государственный совет. Я думаю, что в ближайшее время будет рассмотрен. И данная работа уже будет вестись отделениями социальной службы уже непосредственно с получателями льгот. То есть основное это повысить собираемость и, соответственно, повысить эффективность использования средств населения, которые отчисляются на капитальный ремонт. Вот основная задача. Я думаю, что мы в 2016 году те вопросы, которые обозначались главой республики, исправим и совместно с ответственными министерствами и муниципалитетами выполним в полном объеме. Ну, что касается собираемости, судя по отчетам фонда, она действительно возросла. Больше того, там иногда фигурируют цифры 124%. С одной стороны, наверное, это выглядит немножко странно. С другой стороны, насколько мы поняли, это начали платить те, кто задолжал. Надо брать цифры все-таки на такой большой, наверное, дистанции, по году, по полгода. На сегодня, в 2015 год, мы закрыли где-то на уровне 60%. То есть, в принципе, это среднероссийские показатели. Но если сравнить с оплатой за коммунальные услуги, то пока там на 30 с лишним пунктов мы отстаем по капитальному ремонту. То есть, работа предстоит большая, соответственно, недофинансирование, недооплата рядом граждан за капитальный ремонт. Соответственно, это откладывает на общие работы по выполнению капитального ремонта, то есть по количеству домов, сроков выполнения. Соответственно, если этих финансовых средств нет, значит, мы имеем определенные сложности. Здесь работу нужно ввести. И вот один из нормативных документов, который в ближайшее время тоже будет принят, это прогнозный план по объемам финансирования фонда капитального ремонта. Там как раз будет учитываться прогнозный сбор, те льготы, которые даются. То есть, все показатели, и уже можно более четко работать с населением по тем суммам, которые есть, и тому количеству домов, которые планируются в ближайшее время к ремонту не на текущую дату, а в среднесрочной перспективе. То есть, я думаю, что в ближайшее время кабинет месяца примет. Иван Борисович, как экономическая ситуация в республике, в стране, в мире в целом повлияла на инвестиционную активность нашей республики? Насколько у нас выполняется инвестиционный план? Инвестиционный план у нас увязан с декларацией, которая утверждена указом главы. Это документ декларационный, и ежегодно он требует ревизии, и соответствующая работа буквально недавно была проведена, то есть составлен отчет выполнения декларации. Публично это было обсуждено на экономическом совете, в рабочих группах, и данный документ сегодня доступен в сети интернет для ознакомления. Там несколько направлений, в том числе улучшение инвестиционного климата в регионе, это снижение барьеров в различных отраслях, улучшение каких-то льготных режимов для инвесторов до конкретного реализации проекта. Поэтому в целом оценка положительная по прошедшему году, но, соответственно, с учетом кризисных явлений, есть определенные вопросы по объему инвестиций, которые поступают сегодня в республику. Мы на протяжении последних лет, с учетом реализации крупных инвестиционных проектов, таких как Хирилл, у нас идет определенное снижение по объему инвестиций. Как я уже говорил в одном из интервью, все-таки та вот грасминистерская цифра для региона выше 50 миллиардов рублей. Мы ежегодно эту сумму в виде инвестиций привлекаем в экономику республики. По прошлому году она составила свыше 57 миллиардов рублей. Это в основном реализация проектов в промышленности, в торговле и связанных с развитием бюджетной сферы. То есть, в целом, оценка была дана удовлетворительной. Я думаю, что мы в этом направлении продолжим. Ну вот вы упомянули интернет, в котором можно найти немало интересной информации. В частности, там обсуждали тему о вашем трудоустройстве, о перспективах вашего трудоустройства. Хотелось бы все-таки, чтобы вы сказали и нам, и телезрителям. Какие ваши дальнейшие планы? Я трудоустроен. Сегодня я разговариваю правительство Чувашской республики. Каких-то иных планов по работе в других регионах или в федеральных органах власти у меня нет. За последние пять лет было несколько предложений сменить работу от Министерства регионального развития или Министерства по развитию Дальнего Востока с переходом в Алимстро или в другие регионы. Но в свое время я сделал выбор, связал свою жизнь с Чувашской республикой, с командой Михаила Васильевича Игнатьева. И данного выбора я не изменяю. И я думаю, что никаких изменений в ближайшее время не предвидится. Ну что ж, спасибо, Иван Борисович. И тогда до встречи в нашем эфире. Спасибо. Приглашайте. Спасибо вам, уважаемые телезрители. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин